сегодняшняя тема анальгетики лечат только симптомы по данным статистики только половина россиян заболев обращается к врачу остальные если болезнь кажется не очень тяжелой предпочитают обходиться своими силами лечась по собственному разумению популярными лекарствами или по советам родных и знакомых между тем это очень опасно предупреждает провизор дмитрий резняков бывает что лекарство выбрано неправильно и только убирает симптомы заболевания не излечивая саму болезнь она усиливается и потом придется лечиться уже всерьез один из самых ярких примеров такого самолечения его последствий прием обезболивающих препаратов при головной боли люди часто хватаются за анальгин цитрамон или какие-нибудь комбинированные анальгизирующие средства при этом если после приема первой таблетки боль не утихла пьют еще одну и еще хотя голова может болеть по самым разным причинам из-за мигрени гипертонического или гипотонического кризов воспаление тройничного нерва все эти случаи требуют своего отдельного лечения но люди предпочитают просто забить боль иногда им приходится это делать ежедневно буквально подсаживая себя на анальгетик нельзя твердят врачи принимать обезболивающие при боли в животе она может сигнализировать об аппендиците от антибиотиков болезнь крепчает еще один яркий пример неправильного самолечения прием препаратов способствующих пищеварению и содержащих панкреатин люди часто прописывают их себе почувствовав боль в желудке не задумываясь о том что боль может оказаться симптомом к примеру гастрита гастрит же если его не лечить вполне может привести к возникновению язвы желудка кстати у препаратов с ферментами и не только у них есть еще одна опасная особенность если человек принимает эти препараты регулярно его организм просто перестает вырабатывать необходимые для пищеварения ферменты зачем это делать если всякий раз после еды нужные ферменты поступают в желудок с таблеткой и через некоторое время без лекарств уже будет не обойтись к еще более страшным последствиям приводит неконтролируемый специалистам прием антибиотиков столь любимых русским человеком когда я работал в аптеке бывало посетители приходили и говорили что-то загрипповал я дайте мне какой-нибудь антибиотик вспоминает дмитрий резняков а ведь грипп это вирус антибиотики на вирусы не действуют они убивают бактерии самым безобидным результатом ненужного приема антибиотиков становятся кишечные расстройства в других случаях неподходящие человеку антибиотики могут вызвать аллергию анафилактический шок вызываемой аллергической реакцией на лекарства бывает смертельным для самолекаря кроме того прием неподходящих для лечения конкретного заболевания антибиотиков способен спровоцировать перерождение микробов возбудителей болезни в результате появится новая устойчивая к лечению форма болезни именно таким образом возникли устойчивые формы туберкулеза самые популярные вредители лекарства отличается от яда лишь дозировкой это золотое правило к сожалению знакомо мало кому из наших сограждан иначе не употребляли бы они таблетки и растворы в таких количествах и так бесконтрольно между тем вред наносимый злоупотреблением лекарством иногда вполне конкретен и очень велик взять к примеру аспирин его часто используют как обезболивающие или жаропонижающие нередко его назначают себе и в качестве средства разжижающего кровь особенно люди среднего возраста для профилактики тромбоза аспирин очень вреден для желудка рассказывает дмитрий резняков его бесконтрольное применение в больших дозах может вызвать гастрит или язву может стать и причиной внутреннего кровотечения для профилактики тромбоза врачи назначают необычный аспирин а покрытый специальной оболочкой предохраняющий желудок от повреждения парацетамол которым домашние горе доктора так любят сбивать температуру очень плохо действует на печень на западе парацетамол назначают только детям до 14 лет потому что у их метаболизм отличается от обмена веществ взрослого человека говорит дмитрий резняков детям парацетамол в рекомендуемых дозировках не вредит кстати парацетамол содержится практически во всех противопростудных порошках так что их принимать нужно тоже осторожно впрочем опасна передозировка любого препарата к примеру употребление в течение двух трех недель безобидного на первый взгляд экстракта валерьяны вполне может привести к перебоям в работе сердца особенно если у человека низкая от природы давление а чрезмерное увлечение средствами против обыкновенного насморка например нафтезином может привести к повреждению слизистой оболочки полости носа и в результате к хроническому насморку или потери обоняния неприятно может закончиться и злоупотребление каплями для глаз к ним достаточно быстро вырабатывается привыкание именно поэтому в инструкциях к этим лекарствам написано применять не более пяти дней но разве кто-то читает инструкции вреден и популярный у наших бабушек левомицетин отмечает дмитрий резняков который раньше очень часто назначали от диареи по привычке люди используют его и сегодня одно из побочных действий левомицетина поражение суставов и костей еще один крайне опасный препарат корвалол помимо отдельного употребления корвалол входит в состав любимого многими так называемого коктейля вкпб смеси валерьяны корвалолы и настоек пустырника и боярышника этот коктейль оказывает успокаивающее воздействие в том числе за счет фенобарбитала содержащегося в корвалоле фенобарбитал вызывает привыкание зависимость с родни наркотической и запрещен к безрецептурной продажи ядом могут стать даже витамины если их пить неправильно и слишком много к примеру злоупотребление витамином d который в разумных дозах очень полезен его дают детям для профилактики рахита может спровоцировать появление в организме камней а чрезмерная любовь к витаминам группы b может стать причиной солнечного ожога конечно нефакт что такие страшные последствия будут именно у вас предупреждает дмитрий резняков но рисковать все-таки не стоит дороже здоровья только его лечение лучше заболев сразу обращаться к врачу и принимать лекарства под контролем специалиста тогда и в тех дозировках как он посоветует источник татьяна писина мк дефис питер точка ру ваше здоровье Продолжение следует...